На день рождения Мишутки Максима Лиза пригласила самых близких. Ее мама и подруга Аня – те люди, кому Лиза действительно хочет улыбаться. Это несмотря на то, что девочка постоянно испытывает сильную боль. Таких детей, как Лиза, называют бабочками, хотя речь здесь идет вовсе не о красоте. Практически все тело девочки забинтовано. Это единственная возможность хоть как-то защитить очень тонкую и хрупкую кожу, состояние которой с течением времени только усугубляется. Булезный эпидермолиз – врожденные, пока неизлечимые заболевания. У Лизы, к несчастью, осложненная форма. Поражены не только кожный покров, но еще пищевод и слезистый глаз. Совсем убрать их раны, наверное, невозможно, потому что это следствие заболевания. Мы их закрываем, от нее лечим, другие они спонтанно выходят, потому что малое количество коллагена в слоях подскожного слоя, они между собой не держатся просто. И вот эти спонтанные пузыри или образование эрозии, то есть они могут просто сами по себе даже выходить. Ирина Каманова не только мама, но и главный доктор Лизы. Никто из врачей так и не смог дать ей в свое время грамотную консультацию. Я иду напрямую к врачу получить что-то, какую-то рекомендацию, что мне делать. Но в ответ я ничего не получала, а наоборот меня спрашивали, что вы делаете. Ты начинаешь перечислять, что ты делаешь, но в принципе все так и остается, делаете. Важным событием в этой семье стала поездка Лизы в Германию год назад. Там в специальной клинике, существующей полностью при поддержке государства, родители деток, бабочек учат, как правильно осуществлять перевязки и какими средствами пользоваться. Там же Ирина Каманова узнала и о дорогостоящих губках, которые не прилипают к коже. Они Лизе требуются ежедневно. Мы их покупать не сможем в полном объеме, как одноразовое потребление. То есть у нас идет вторичного использования. В Германии, конечно, они не представляют, что такое может быть вторичное использование. Тех же самых обычных бинтов. Ну, не обычных, которые нужны, это эластичные. У них все одноразовое. Мир не без добрых людей. Лизе, конечно, уже помогали приобрести медикаменты и благотворительные фонды и частные лица. Но эти поддержки были разовыми, а помощь нужна постоянно. Я, как уполномоченная по правам ребенка, всегда обращаюсь к меценатам, спонсорам, благотворителям. Всегда прошу, очень прошу помнить о том, что это замечательно, когда адресная разовая помощь. Когда появился такой порыв, вы оказали помощь этой семье. Но гораздо важнее, когда эта помощь системная. Особенно, когда мы говорим про детей с редкими генетическими заболеваниями. Государство поддерживать финансово родителей Лизы оказывается не в состоянии. 1200 по уходу за ребенком и 7 тысяч рублей за инвалидность. Это вся сумма, которую получает мама Лизы ежемесячно. Хотя только в день на перевязочные материалы требуется около 17 тысяч рублей. Ну, сумма внушительная. Если, говорят, только о одних губках, около 200 тысяч с лишним в месяцах надо, то, что, говорите, вообще о полной перевязке. То есть это бинтов, плюс там тысяч на 20 с лишним мазей. Удивительно, но совсем недавно, в декабре прошлого года, булезные эпидермолисы еще только внесли в список редких или, как их называют, орфанных заболеваний. Но даже в этом случае полностью обеспечить все финансовые затраты, необходимые в лечении детей с такими заболеваниями, наш регион пока не может. Мы прекрасно должны понимать, что взять на себя полностью всю финансовую нагрузку Федерация по всем детям с детскими генетическими заболеваниями не в состоянии. Поэтому и вводятся ограничения. Только 24 на зоологии. Все, которые сверх этого перечня, они, скажем так, падают на бюджет субъекта. И здесь уже попадаем мы в зависимость от финансовой состоятельности субъекта. Ивановская область – это ционный регион. И, конечно, для бюджета Ивановской области это очень большая нагрузка. И поэтому все больше возрастает рост благотворительных организаций, вообще меценатов, людей, которые могут и хотят все-таки принять участие в судьбе этих деток. Но меценаты и благотворительные фонды сами определяют, какому ребенку оказывать помощь. Мама Лизы пока ждет и надеется. У себя в Приволжске она оставляет в магазине вот такую коробку. Деньги, хоть и небольшие, сюда кладут ежедневно. Мы надеемся, что у нее все будет хорошо. Рады за нее, что хотя бы частичка нашего вклада, души, сердца к ней доходит. Даже девочки приходят, покупают мороженку, и то у них остается рубление. Это Лизоньке, можно ли положить? Лиза очень любит желтый цвет, потому что это цвет солнца. Она хочет проводить время так же, как и все детям, и никогда не показывает свою слабость. Когда я увидела, как эту игру перепинтовывают, у меня, конечно, такой был шок. Но ее, конечно, жалко. Она не сдается, она сильная, да? Она терпит. Но ее очень больно. В этом году Лиза Каманова собирается пойти в школу. Говорит, что ей очень нравится читать. Но, к сожалению, только сухие цифры могут помочь сейчас этому ребенку. Если вы готовы оказать помощь и поддержку семье Камановых, вы можете связаться с ними по телефону 8 915 842 32 53 или отправить денежную сумму на номер 8 909 907 39 58.